Сегодня мы собрались в парке Гагарина для проведения митинга по вопросам образования и культуры. На публичных слушаниях, состоявшихся 27 марта 2017 года, присутствовало примерно 800 человек. Против изменений в устав проголосовали все участники слушаний, за исключением воздержавшихся работников администрации и одного голоса против начальника финансового управления. Однако заседание Думы и городского округа, состоявшееся 10 мая 2017 года, депутаты большинством голосов приняли решение о внесении изменений в устав, в том числе в части изменения структуры органов местного самоуправления, а именно, исключение из нее управления образованием и управления культурой, и реорганизации этих органов путем их присоединения к администрации округа. Да коли мы будем терпеть самоуправство и самодурство нашего депутатского корпуса, наших чиновников, все, я могу сейчас это сказать, я уже не служу в пожарной охране, поэтому я за наших детей, наше будущее. Для меня важно, что культура и образование, эти две сферы, они очень близки друг к другу, но, тем не менее, они выполняют свои определенные функции. И слияние их, или, скажем, объединение под эгиду нашего муниципального образования, муниципалитета, я думаю, что это какая-то бредовая идея абсолютно. Если это в угоду нашим руководителям, администрации, главе округа, то этого делать нельзя. Если это сведение счетов, то это позор. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасть и взлет. Омут или брот, ты не разберешь, пока не повернешь. По образованию я педагог, сейчас я работаю в культуре. На протяжении последних четырех лет работы я столкнулась с чуванством нашей местной администрации, с высокомерным отношением к людям, их знанием и опыту, с пренебрежением к культурным ценностям. Администрация формирует вокруг себя команду, которая некомпетентна и игнорирует нормы законодательства России, которая использует грязные технологии и не брезгует даже тем, чтобы повесить на руководителей уголовную ответственность. Знаю достоверно, сама прошла через это. За отсутствием состава преступления уголовное дело не было возбуждено. Администрация укрепляет свое благополучие и совершенно игнорирует проблемы учреждений города и округа. За последние два года затрачен не один миллион на наружный и внутренний ремонт здания администрации, при том, что четырем сельским клубам требовалось всего лишь порядка 500 тысяч рублей на устранение требований пожарного надзора. Сейчас еще это и увеличилось финансированием штрафных санкций. Финансирование было отказано. Мы знаем, что клубы посещают дети, взрослые, пожилые люди, и их безопасность на данном этапе под угрозой. Еще недавно глава администрации заявлял, что чаще в приемную администрации обращаются жители округа по коммунальным проблемам. И, соответственно, они являются приоритетными. Большинство учреждений культуры являются бюджетными, и премия их содержания лежит на муниципалитете. В последние три года бюджет финансирует только текущие расходы. Это оплата труда и коммунальные расходы. Поэтому я действительно боюсь того, что при организации управления культуры и управления образованием, финансирование этих средств будет осуществляться по остаточному принципу. Морозова Любовь Михайловна, я 15 лет была начальником управления образованием города Верхняя Солдат. Заслуженный учитель России. Немногие предполагали, что на публичные выборы, на публичные слушания, которые проходили в администрации, придет так много народа. Учителя, работники культуры, родители и даже засланные сюда на публичное слушание сантехники и дворники, и те быстро разобрались, что тут такое происходит. И все единогласно практически поняли, что никакой экономии, никакой пользы от того, что будет ликвидировано управление образованием и культурой, кроме вреда, не будет. И поэтому все единогласно тогда проголосовали за то, чтобы это решение по реорганизации было отменено. На публичных слушаниях, да и сегодня, хочется задать один единственный вопрос. Почему из тех, кто 10 мая принял решение по реорганизации образования и культуры, не встали перед нами тогда и сегодня и не сказали нам? Убедили нас в том, что они принимают правильное решение, что вопреки тому, что то ли мы тупые профессионалы, что мы не понимаем, и почему мы боремся сегодня за то, чтобы сохранить эти структуры. Прочитали газетки, посмотрели телевизор, и после публичных слушаний сами-то не присутствовали, а потом подумали и рассердились, как это проигнорировали власть, что это за дела такие. Они выносят решение, а народ, видал, публично против того, что они выносят. И поэтому, мне кажется, тут больше даже из вредности было принято вот это решение, абсолютно непопулярное и неправильное. Я призываю сегодня, во-первых, поддерживаю, что нужно это решение отменить и продолжить нам эту борьбу за то, чтобы сохранить сегодня структуру управления и образования и культуры. Более того, там сегодня стоят во главе этих управлений вполне достойные люди. Они-то и не угодны нынешней власти сегодня. Поэтому я призываю вас еще к тому, в сентябре будут выборы. Конечно, мы сегодня плохо верим уже в то, что они справедливые, все эти мероприятия. Я сама 10 лет уже на выборы не хожу. Но вместе с тем, я считаю, что надо идти. И надо сегодня выбирать и голосовать за тех людей, которые сегодня прислушиваются к мнению народа и те, которые будут выносить правильные и справедливые, нужные для жителей Салды решения. Отстоим культурообразования и культуру нашу в жизнь воплощать. Спасибо. Мне хочется спросить, покажите, пожалуйста, хоть одну сферу города, за которую бы городские власти взялись и довели бы ее до ума. За что бы они ни брались, это почему-то либо панкрутится, либо прекращает свое существование тихо и мирно. И вроде как так и должно было быть. Да, к сожалению, сейчас Советский Союз распался, и умерли коммунизмы. Значит, когда все друг другу братья сейчас, все друг друга считают только по деньгам. То есть в углу поставлены деньги. Это новый мир, в котором придется уже жить. Мы живем 25 лет, и 25 лет нас кормят обещаниями, что завтра будет лучше, чем вчера. Вот этот принцип обещать и не выполнять, это очень удобно для власти. Они находятся при деле, при работе, при зарплате. А вам обещают, обещают и обещают, и обещают. Вот сейчас мне просто даже интересно, что же еще такого они пообещают, чтобы народ взялся и поднялся бы, проголосовал за команду подобной, которая сейчас сидит в Думе. Нам нужны депутаты от народа, а не от начальства. Они не вкрытие, я выгляжусь. Они не знают, слушают Ларису Карасеву. Да, они слушают Ларису Карасеву. Кто такая Лариса Карасева? Никто. Сидиминчик. Никто там она. На дороге ее урага, шесть людей урагает города. Да, не нужны нам такие депутаты. Не нужны, не нужны депутаты. Нам депутаты нужны от народа. Рабочий класс. А сидят кто у нас в Думе? Посмотрите, сказать слово они не могут. Против. Хотя у них мнение. Вот мы же будут смотреть, все сандры в Друссию. Раскололась эта единая Россия. Она попала. И все равно вступились они. Все подняли руку в зад. Что у нас было в городе? Было свое темпение. Сегодня есть? Нет. Нету. Значит, почта была? Да, в Союзе. Нету. Такие вот дали. Значит, в Министерство здравоохранения забрало тебе всю ничемную часть, которая сегодня сидит, бедная, просто и нету уже, дожили. А штаты в администрации растут и растут. Так чем же они управляют? Следующий объект, который они решили, как говорится, приватизировать, передать Свердмовскому, это горэлектросети. Да, да, да. Горэлектросети тихо-мирно решили ликвидировать и облако передать. Облако было когда-то областное предприятие государства, но сейчас оно частное. Ого! Вот так мы будем жить с электричеством. Депутаты городской думы, являясь народными избранниками и действуя якобы от имени народа, фактически ужурпировали власть. Городская дума в своем действующем составе не отражает интересы населения и по своей сути является антинародной. Депутаты забыли об интересах народа, давшего ему эту власть. Пользуясь нормой закона о рекомендательном характере публичных слушаний, депутаты проигнорировали общественное мнение. Мы считаем, что вольный подход со стороны депутатов к результатам публичных слушаний недопустим. Проведение публичных слушаний без учета мнения населения является фикцией, ненужной процедурой, не оказывающей никакого влияния на принятие властных решений. Подобная ситуация противоречит сути Конституции Российской Федерации и местного самоуправления. Поэтому мы, ниже подписавшиеся граждане Верхнесалтинского городского округа, обращаемся. Первое. В Думу городского округа с требованием отменить решение Думы. Второе. В городскую прокуратуру с требованием принять меры прокурорского реагирования на противоречащий закону нормативно-правовой акт. Третье. В администрацию губернатора Свердловской области для дачи правовой оценки принятых Думой и администрации Верхнесалтинского городского округа. Вот кто согласен с данной резолюцией, прошу ее подписать.